Вы смотрите программу «Случай из практики». Сегодня мы говорим о жизни без вредных и, я бы сказала, даже смертельных привычек. О том, как объяснить своим детям, объяснить самим себе, что курение, алкоголизм, да и просто выпивание небольшого количества алкоголя и наркотики, это очень плохо и ведет к непредсказуемым последствиям, к мерам. Вот мы на самом деле на интересной такой ноте закончили, я прочитала о телезрительнице. Поощрение материальное, это еще один стимул. Чем еще можно, какими стимулами можно пользоваться, чтобы потом ребенок не задумался даже об этом, что где было сигареты. Но если вы говорите о ребенке, да, и я как родитель хочу помочь ребенку уберечься от этого, то начинать, и Николай уже это говорил, начинать нужно с себя, быть примером, быть примером здорового образа жизни, не употреблять ни одно из этих веществ. И общаться. Общение с ребенком доверительное, потому что ребенок подрастая, он все равно может столкнуться с тем, что сверстники пробуют здесь, подросток исследует. И для того, чтобы даже если это исследование прошло, если ребенок покурил, выпил, а что это принесет, а для чего это выходить на разговор. Не, вот на самом деле, ведь наркотики, ну, может быть, очень хорошая пропагандистская деятельность ведется, наркотики, ну, подавляющее большинство людей, все-таки боятся, знают, что первая доза, она не будет последней, и многие просто даже и не пробуют. А ведь сигаретами и алкоголем так не срабатывают, все же думают, да что я попробую, интересно же все-таки, и потом так же откажусь. И ведь это ложный какой-то путь, нужно изначально думать о том, что и первая сигарета может оказаться и не последней, так? Совершенно верно. По поводу ложного пути, да, я тоже с этим соглашусь, и малая информация у нас на самом деле дается о вреде, о том, какие вещества содержатся в сигарете, да, какие вещества на самом деле и к чему они, вот, как говорили про яд, трупный яд, который содержится в алкоголе, да, вот, этой информации практически нигде не встретишь. Хотя можно везде много где встретить, что пивные дрожжи полезны для волос, а то, что минусов гораздо больше, которые перекрывают все эти пивные дрожжи. Вы знаете, да, Александр, я хотел дополнить, знаете, вот кроме вреда, да, надо говорить о пользе трезвости, естественном состоянии. Когда мы приходим к детям и говорим, что вредно, 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 дети вот так ёжатся немножко, да, почему? Потому что родители у них пьют, курят, да, и дети сами попробовали. И когда мы говорим, а что такое трезвый, здоровый образ жизни, да, дети расцветают, им так интересно, то есть вот они говорят, а вот мы спортом занимаемся, вот еще что-то, а мы показываем, какие красивые это люди, трезвые. Вот у нас академик Углов Фёдор Егорович, хирург, в сто лет еще проводил операцию, уникальнейшее, в сто лет он руководил нами, и столько таких прекрасных людей. Я по всей России, матушки, разъезжаю, в Белоруссии, на Украине занятия проводил такие, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, и я вижу, насколько люди преображаются, когда они становятся абсолютными трезвенниками, абсолютными. А вы говорите, что 28 лет занимаетесь вот такой пропагандистской, помогаете людям справиться с алкогольной зависимостью, с табачной зависимостью, а 28 лет назад вы что, пили? Почему вы решили вдруг? Да, 28 лет назад я употреблял алкоголь, ну, как все, вот как говорят, все там, культурные и так далее, по праздникам, да, по рюмочке, но брат у меня, у нас семья 12 человек, брат у меня запивался, я не мог ему помочь. Отец у меня пил сильно, он ветеран войны, весь израненный. И я не мог помочь ничем, потому что сам употреблял. С вами очень многие приходили, на самом деле, в зависимости. Да, 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 когда я отказался от алкоголя, и брат у меня смог освободиться, отец до 89 лет дожил, да, и кроме того, 11 тысяч человек в нашей... То есть они тоже отказались потом? Да, 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 они отказались, да. И 11 тысяч человек в нашей ижевской школе здоровья, которой я руководитель, директор этой школы, да, смогли освободиться также. Люди стали приезжать это всюду в Удмуртии. А в чем заключается ваша методика? Что вы, просто много говорите о минусах? Да, метод Геннадия Андреевича Шичко, ленинградского психофизиолога, он заключается в том, что мы даем правдивую информацию, правдивую информацию, казалось бы, все об этом знают, но доводим ее еще до подсознания, доводим. У нас есть программы, вот в компьютере, кто владеет компьютером, знает, что такое программы, и есть убеждения. Так вот, убеждения наши, они спрятаны в подсознании. И когда перед сном мы пишем, пишем, письменную речь отвечаем на вопросы, то происходит удивительное. Перед сном защита мозга слабая, и тогда наши слова записанные, что написано, пером не вырубишь топором, они проникают в подсознание. А в результате человек утром просыпается, перед ним бутылка устава, он говорит, а зачем, зачем, мне не хочется петь. То есть у него программа, вот эта врезоносная, ушла программа. Просто писать и это поможет? Да, но только специально, но ухау это специальные вопросы, психоаналитические специальные вопросы. То есть вот секрет в этом. Ответить на определенные вопросы? Да, да, да. И я готов, готов поделиться этим. Я готов, вот если телезрители напишут сюда нам на телевидение, да, я готов снова, то есть бесплатно проводить такие занятия, приезжать сюда, да, и дома, находясь, люди смогут освобождаться от курения, от алкоголя, это естественно. В Якутии такой опыт есть. То есть на русском, на якутском языке проводятся такие занятия, и люди дома самостоятельно, без всяких денег, бесплатно избавляются от алкоголизма и от курения. За вами, дорогие телезрители, если вы будете звонить и скажете, что нужен нам такой человек на эфир, мы попробуем Николая Владимировича пригласить еще к нам отдельно прям, чтобы он рассказал свои методики, да, и вот как раз таки всем телезрителям, которые в отдаленных уголках нашей республики находятся, не смогут просто выезжать на лекции, можно будет узнать об этом методе более подробно. У нас, к сожалению, время эфира заканчивается, вот, просто неумолимо. Давайте повторим телефон, по которому можно обращаться, если вы знаете какие-то ситуации, связанные с наркотиками. 22-68-98. И я надеюсь, самый главный вывод нашего эфира сегодняшнего, вы услышали, то, что зависит только от того, как мы себя будем вести, то поведение, которое будут показывать нам потом наши дети. Если мы не будем курить, не будем пить, особенно при них, то и наши дети не будут курить, пить и тем более увлекаться наркотиками. Спасибо вам большое, дорогие гости. Приходится прощаться уже. И с вами, дорогие телезрители, мы с вами увидимся завтра в 12.40. И сразу после случая из практики смотрите первую серию драмы «Открытая книга». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин